всем привет у нас тут стрепня на кухне мы кашеварим мы сегодня делаем чебуреки делаем чебуреки по рецепту из тик тока я там выцепила один рецепт решили попробовать вот такие огромные чтобы один чебурек на сковородку вмещался моего размера до тесто завела серёжа сейчас раскатывает по небольшие были как он любит вот заметьте мы ведь опять делаем я ничего не хочу делать пусть работает чебуреки он еще и борщ варю тут же следов да что за женщина-то не попалась не говори не культяпистая какая-то но еще суп поставила варится вот так лепятся они такие большие все мой любимый размер слушай что-то это я тесто завела по моему погорячилась и начинки у нас сидеть всю деревню накормить можно спокойно я все съем вот такой огромный диаметр чебурека одну половинку накладываем потом поп и вот так вот слепляем том что скалочка и уголочки пройти чтобы хорошо слепились самое главное чебуреки что мясо нет тонкое тесто хрустящее вкусное хрустящее тесто ну что три чебурека на поднос пришлось убрать все со стола мукой засыпало будем сейчас сюда складывать знаете кстати вот такие большие чебуреки мы первый раз ели в сростках в Алтайском крае сростки там эти рынки вот эти туристические огромные и вот там именно такие чебуреки они больше головы прям огромные в общем получилось так забавно мы с республики ехали не помню уже какой раз мы так были куда мы ездили после того что что-то мы там не покушали быстрее быстрее нам хотелось бы уже до дома попасть по-моему что днем нам было до дома до Новосибирской доехать и прям как есть хотела но это привычки ну чебурек чебурек да 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 по всех лигах дайте чебурек дайте два чебурека и что-то типа беляша или лепешки что-то какое-то с мясом и то есть нам дали вот такие вот два чебурека мы смеялись долго да когда нам выдали эти чебуреки думаю ничего себе чебурек а в истории там что-то недорого не помнишь сколько мясо в чебуреках мы с тобой ели это как бы на тонай да по-моему ездили да там еще по-моему или на въезде в тонай или до тоная до тоная там едешь ну из Новосибирска когда страны как это там двухэтажная типа кафешка придорожная гостиницы кафешка вот там были чебуреки вообще обалденные они были с баранины они прям вообще там настолько шикарные были причем по-моему с тобой попробовали первый раз не когда на тонай ездили когда ездили в черегеш а потом ездили на тонай и потом мы уже заезжали специально в эту кафешку кушать эти чебуреки да 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 даже Сережа говорит ты не хочешь на лыжах покататься махнули в тонайке да да но я говорю чебуреков иметь захотелось да да злачные все места забегаловки знаем похавать ты ну прям оооо что ты что ты да вот он первый чебурек пошел уже со второй стороны мы сначала думали боялись что в сковородку не влезет туда ждите вы варить здесь да? да не узнал ай я на этом просто порвал валить чтобы посмотреть ааа следующий пошел надо это крышку защищаться не надо не боюсь тут будем заваливать чай у нас тут еще наши старые запасы с прошлых лет всяких мешочков все у нас тут чай мята осталось да иван чай так ну мы давно уже пользуемся только что иван чай напьем ну да не ну иван чай то мы еще несколько лет пьем уже да так у нас сегодня что будет у нас сегодня будет иван чай со зверобой и с чебетом отлично замечательно в прошлый раз что мы делали с шповником да добавляли ну или мяту иногда короче каждый раз по разному разнообразием прям ну за основу всегда иван чай это еще из новосибирской области иван чай приехал который мы собирали наш конечно не сравнится да с магазинными чаями что уж говорить какой-то магазинный чай да даже близко даже близко не сравнив да тут такие запахи такие вкусы а мы уже как-то и привыкли к нам кажется что это нормальный чай обычный а потом какой-нибудь это если пакетик знаешь принцессу лури какую-нибудь запарить и хватит не сможешь пить что хочешь вскрыть первым чайом да посмотрим сколько выглядит вообще шикарно нажавился не прожарился и тесто слушай правда такое тонкое нажавился да вот отлично отлично чебуречное тесто настоящее чебуречное тесто настоящее вот это вот тесто вот это вот тонкое хрустящее и вот много лука и сок а глянсу а глянсу а глянсу а глянсу а глянсу ну в этих будет будет в глянсу ребят короче вчера понажарили этих чебуреков так объелись что аж дышать тяжело было они реально такие вкусные прям не знаю нам очень понравился и рецепт что мы будем теперь так делать Буся Бусенька смотри на меня Сережа там песни поет на заднем фоне Бусенька Бусенька чей моя лапочка а красаточка Буська растет наша не по дням а по часам да пим 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 ой язык шершавый твой что такое размечалась что я вот никак не не могу тебя снять как ты мычишь ну-ка сделай мул так интересно Буся гулять хочешь а ты лохматушка чё тут стоишь у тебя язык то побольше будет чем и бусинки голова уже такая большая вообще все здоровое да растешь что ли а ладушка оладушка чего ну-ка повтори чё говоришь вот она наша машина по поеданию сена вообще куда в тебя столько вмещается ну она правда чё уж говорить она и весит то больше всех она здоровая у нас самая большая нетель ей нужно много сена лорд как дела ты все скушал ты все скушал мой хороший а гулять сегодня пойдем ай рук съел пальцы откусил мне лорд а лорд командующий ночного дозора ё-моё ай больно что такое хорошо команду он откуси ногу выучил ага откуси руку команду он выучил не сидеть не стоять ой из нас такие дрессировщики да да лорд собачушка моя ой что такое ух ты злой охранник сейчас пойдем гулять гулять пойдем что такое что с глазами у тебя злата ты под чем то ты видел у нее взгляд какой златы сумасшедший все все усиленно жуют 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 обет злата вишня милка вот три подружки стоят у нас здесь чем ты недовольна что ты так размычалась все мычат гавкают мяукают пищат всем что то надо все хотят есть или чтоб погладили поиграли да ну что какие всем внимание уделить бусинка у нас водичку с ведра пока так пьет с болтающейся соской внутри вот но она как бы и без нее может попить вот но с ней пока больше выпивает короче и так и так пьет водичку так ей она маленькая так ей пока больше нравится у нас все они все покушали теперь они прям все в нетерпении идти гулять да и лорд тоже видно стоят уже все все прям готовы и давайте выпускайте да милка последние дни мороза были они стояли соскучились по прогулкам им надо побегать особенно милке да ты любишь побегать ноги позадирать герда стоит уже все ждет пока дверь откроется прям да тоже все в нетерпении сейчас выпустим вот что боже мой что происходит застоялись прыгунчики ну не 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 ковида ё-моё кто звал те все застоялись девки ёлки-палки Девки, а вы что сегодня ночью употребляете? Я тебе говорю, златый взгляд какой-то. По-моему, что-то это. Им кто-то что-то поставляет. О, понеслась. Девчонечка, ну ты это такой дружок. Ты, глядь, что творел. Три дня стояли, бедолазы. Ужас. Девочки, успокойтесь. Что, Вила? Сейчас люди посмотрят, скажут, ой, какие грязные коровы. Да, ребята, они у нас очень грязные. Мы в курсе. Это не потому, что мы не чистим. Мы знаем, почему они грязные. У нас стойла неправильно сделаны. Они очень длинные для них. Мы их делали по... Ну, вот эти настилы по средним размерам для коров. И они в итоге подошли только к герде. У нас герда чистая. А все остальные грязные. Потому что настилы длинные. И они, соответственно, какают у нас под себя. И глубокая постилка высокая их не спасла. Вот, поэтому... Ну, сейчас пока постоят грязные. Когда время есть, я их чищу, конечно. Нет времени, не чищу. Грязные стоят. Вот. А летом мы будем уже переделывать стойла полностью. Под каждую. По размерам. Вот. Чтобы они, когда какали, попадали именно в желоб. Ну, и, соответственно, в начале, чтобы были упоры. Тоже по их размерам. Вон, что делают. Сумасшедшие. Вот. И тогда уже будут, конечно, они чище гораздо, чем сейчас. Герда, ты что там? Усаялась. Невозможно сделать сразу стойло нормальной, не имея коров при этом. Просто на глаз. Конечно, пальцем в небо делали. Ну, вот так получилось. Вот. Да, Гердочка? Гердочка. Летом уже будем вас всех мерить. Ваши попы. Кто куда какает. И... Настилы укорачивать. Да, мой хороший? Мой хороший, а плюшенька. Ну. Извазюкались все, скажите. Зачем нам такие длинные настилы? Мы короткие. Какаем под себя. Плюшка вообще грязная вся. Вот. Не стесняюсь показывать их таких грязных. Кто понимает, тот понимает, почему так происходит. И что невозможно в одночасье это изменить. Некоторые люди вообще годами постоянно переделывают стойло, пока не подберут то, при котором они будут чистыми. Да? Правильно я говорю? Да, про чистоту коров. Да, про это, размеры стойл. Мы это, свиньи не чистим у коров. Свиньи не чистим у коров. Ай, тяжело, не хочу, короче. Да. Не, ну совершенно верно, конечно, мы сделали стойло, как по размерам, то, что были здесь. Не угадали. Не угадали. У нас одна герда только помещается, ну почти идеально, что она самая, как бы, чистая. Остальные девчонки, да, не очень. Да, остальные не пришли. Не страшно, но в следующем летом переделаем. И мало того, что... Люди годами, десятилетиями... Я только что это сказала. ...потбирают стойло своим коровам. Ну, смотри, у нас мало, что они, получается, длинные для них, сзади. У нас и спереди еще ни упоров, ничего нету. То есть, ответственно, она... Нет, у нас как бы упор, кормушка, вот она есть. Ну, как-то... Ну, короче, это долго, объяснять, ладно, не будем даваться в подробности. Нет, ну, когда вот все вот у нас, как, привезли, да, вот они начали у нас... Мы их люди чистим, они пачкаются, пачкаются. А я потом смотрел, ой, вспомнил, смотрел, это, как она, девочка из Германии, Катя, там что-то про Голштины. Я вспомнил, как она показывала, вот у них фирма большая. Вот у них она, по-моему, начинается, что-то метр семьдесят восемь. От метра шести десяти у них до двух. Да, и на метр пятьдесят что-то они сходятся. То есть, каждая корова разной длиной, они подобрали их, они вот у них стоят в рядочек. Под каждую корову, да. То есть, ну, и мы как-то вот скорректируем это все дело. Ну, да. Летом. Да. Ничего страшного. Вот. Заведем кёрхер летом и всех вас отмоем. Да. Даже плюс. Да. Спокойно, спокойно, у нас металисовая категория. Да. Ну, а длина настилов, по сути, не имеет значения, когда беспривязное содержание, например, когда у тебя глубокая подстилка и корове есть, куда лечь мимо. Ну, то есть, что она свободно передвигается. Типа, как КФХ Герифор, по-моему, так делают. Ну, они грязненькие, да, в любом случае. Они лёжи же какают тоже. Ну, под себя бывает. Лёжи какают под себя. Кто-то стоит, кто-то лёг, а она тут сверху дудонила. Дудонила. Мне, кстати, как-то писали тоже, комментарии такие были, да, плюшку, возмущённые по поводу того, что грязные коровы, плюша, ёлки-палки. И предложили посмотреть, значит, этот, ну, канал, которым смотрим. Я люблю свою деревню. У девчонок галштины очень чистые, они молодцы. Да. Знаете, что я хочу сказать по этому поводу, по поводу их чистых галштинок? Кто-нибудь спрашивал хоть раз, как они этого добились? Мы в курсе. Они много лет переделывали стойло, подбирая размеры, упоры и так далее, подстилки, под своих коров. Соответственно, когда у них всё это получилось, они завели канал. Вот. Поэтому никто же не знает, как много времени, да, плюша? На это нужно. Мы вообще хотим эти... Хотелось бы... Ай, помогите! Плюша, ёлки-палки. Мы вообще хотели бы в будущем, конечно, эти резиновые маты, которые можно было бы мыть. Вот это было бы классно, конечно. Но покрытие, которое можно было мыть. По-моему, эти... Молодая ферма канала, у них эти покрытия... Это, конечно, очень удобно, когда, да? Во-первых, это тёплый сарай, когда построится. У тебя будут в стойлах какие-то покрытия. У тебя в сарае вода. Ты всегда можешь это смыть. Это же просто шикарно. Вот, короче, а пока мы все в какашках. Кстати, мы заказали новый скребок нам, который советовали подписчики в комментариях. Такой спиралью загнутый, короче. Вот, у нас тоже это всё не так просто и не так быстро достаётся. Ничего нет в продаже. Вот. В конце недели должны привезти. Хотя бы он получше вот эти все засохшие загрязнения очищает, чем наши эти скребочки. Вот. Нет, это побрить на лысо только теперь. Ну. Не отмочишь. Да. Попробуем, или это придёт. Ну, холодно у нас. Холодно. Не можем их брать и мыть. Ну, эти, как рассказывали... Ну, вот тоже, я люблю свою деревню с галштинами, как они их... Они у них тоже вообще по уши все были в какашках. И они брали им... Они прям, ну, ничего ли не пилой, вот этими скребками. Они их на лысо просто всех обскребли. Выдергали всё на лысо. Они, коровы, стояли лысые. Вот. Пока не число. Ну, потащил бы воду, сделал бы более, поставил бы. Конечно, там, если нормально и стоило, ну, испачкал, взял её, помыл. Ой, пока гуляем, вон, наших снимаем грязных красоток. Это... Про премиксы ещё хотели пару слов сказать. Ну, вот, в прошлый ролик там говорили, да, затронули тему премиксов, почитали комментарии и поняли, что у людей совершенно разное представление о том, что такое премиксы. Мы говорили об одном, а люди поняли другое. Премиксы, они же бывают простые, бывают сложные, бывают те, которые в этих промышленных агрофермах используют. Мы же не такие собираемся применять. Мы говорили о простом премиксе. Простой премикс, это... Туда входят только витамины и только минеральные вещества. А сложные премиксы, о которых нам писали в комментариях, как я потом поняла, что люди их имеют в виду, туда именно входят как раз всякие синтетические соединения, пробиотики, пребиотики, антибиотики и прочее, прочее. Это совершенно другая форма премиксов. У нас их даже в продаже-то не так просто достать, да они нам не нужны. У нас продаются обычные минеральные добавки, типа вот этих всех брикетов. То есть, ну что такое вот эти брикеты минеральные, где мел, соль, там не знаю, магний, фосфор. Так это тоже премикс. Это входит в группу премиксов. Мы об этом и говорили. В принципе, не поняли. Вот я даже больше скажу. Ребята, вы каждый день используете премиксы. Премиксы – то, что примешиваются, витамины, которые ему... Ну, от слова «примешать корм». И даже еще интереснее, это то, что 99% населения России… Вот возьмем Россию, да? Так, хорошо. 99% населения России каждую осень, как хомячки, тащат себе в норку премиксы, заготавливают их. Это витамины, да? У коровы еда – это сено и вода. Вот, допустим, у нас людей – это картошка и вода. Что мы на этом можем сделать? Покушать и спокойненько лежать на диване. Если мы начинаем работать и двигаться, соответственно, нам энергии этой не хватит, нам нужны премиксы. Премиксы – это что? Это огурчики, помидорчики, тыквы, баклажанчики, там, не знаю, ну, миско, наверное, что-то такое, да, вот теперь. Так же и корове. Корова не может лактировать 306 дней в году. Не может. Ее задача – выпить 2-3 месяца теленка. Все, дальше она копыта пнула, ешь травку – ходи. Все. И чтобы коровку… А так как мы дуем ее, дуем почти целый год, поэтому, поэтому… Топню, поди, Гердичка. Поэтому ее витаминно-минеральным комплексом этих добавок нужно поддерживать, иначе мы выдаем корову за первые полгода, и она просто ляжет у нас, ляжет корова. Это не кусок какой-то химии. Это хорошо, это неплохо, это хорошо. Нет, просто я говорю, у людей разные понятия, хорошо, в ослове премикс в принципе. Потому что премикс – это очень широкое понятие. Просто обычно люди считают и называют премиксами именно какой-то химический порошок. Это не так. Мы же сами пьем свое молочко. Мы не об этом говорили. Мы пьем это молочко, мы делаем из него творог, сметанку, масло и все остальное. Конечно, мы не будем этим пользоваться. И не будет так, что мы одну корову чистенькую держим, а остальную, и вот, пожалуйста, на бочку мы сдаем. Нет, конечно. Нет. Нет, нет. А то сейчас кто-нибудь еще, вот кто спрашивал там, ой, мы за сметанкой к вам приедем, за творожком. О, нифига себе, они химией корову кормят. Не надо вот такого. Вот. Ну, просто, да. По-разному все, не знаю, воспринимают слово премикс. Какая-то блудология получилась. Ну, ничего. Ничего, поблудология. Снимем вам управку, какие-то навозки, да, вязатели. Что, вон они как у нас побегали. Побегали, меня в спину так рогом ткнули, что я уже там побегал. Затесался среди коров, его чуть не задоптали там сейчас, отлупили. Плюшка его долбанула рогом. Ну, плюшка что-то прям разыгралась. Да. Ладно, мы сейчас пойдем, короче, в баню. Пусть гуляют. Ловим помидоры в комментариях по поводу грязных коров. Помидоры? Да. Почему помидоры? Я вот огурцы больше люблю. А, кто? Огурцы? Ну, кидайте огурцы. Все, ладно, пошли в баню. Ой, ну что, мы в баню сходили, помылись. Теперь с коровами займемся. Теперь их чуть-чуть почистить, помыть. Сейчас плюшевыми хотя бы сзади все отмою. Я, кстати, даже вспомнить не могу, когда у нее такая броня появилась на одной ноге. С другой стороны, она полностью чистая. Вот. А на левой ноге у нее на задней вот такая броня. Хотя, знаете, наверное, когда? Когда у нас злата отелилась, мы с ней немножко закружились. Потом у нас были морозы. Я где-то чистила, где-то мне некогда было. Вот. А так как плюша у нас вообще любительница, ночью ложится в свою какашку. Вечером посистишь, пойдешь спать. Утром пришел, все. Она все размазала под собою. Да, какашулька? Про тебя говорю. Вот. А когда потом первый раз увидела эту броню на ее ноге, обратила внимание, она буквально-то появилась. Реально там, не знаю, дня два-три, наверное. Думаю, е-мое, это что такое? Плюша. Все, скребками уже не берется ничего. Скребки такие, как бы они чисто так, почесать немножко. Соответственно, мороз. В сарае холодно. Пыталась что-то отмочить бесполезно. Вот так вот все и засохло. Редактор субтитров А.Семкин А вишня у нас, кстати, вообще любительница. Она поворачивается у нас попой к Милке и какает ей на спину. Да, она любит так делать. Естественно, эта броня сейчас снимается. вместе с волосами, со всей шерстью. Не знаю, стоит ли делать ее лысой. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это ненормально. Не хочется чистых коров. Конечно, понятно, что чем чаще чистишь, тем лучше, что каждый день нужно их мыть и так далее. Но не всегда получается. Не всегда есть время. Пару раз пропустила и, нате, здрасте, получите. Кстати, смотрела, пыталась найти таких же грязных коров на ютюбе, как у нас. Нету. Как ни посмотришь, у всех уже идеально чистые коровы, правильно сделаны и стоила. А где что было раньше, непонятно. Не найдешь. Не знаю, таких вот грязных коров мы видим как бы каждую весну при выгоне на пастбище. Поэтому не знаю, почему на ютюбе таких коров нет. Да, Плюша? Видимо, мы засранцы. Единственные. На ютюбе. Время уже вечер. Сейчас скоро пойдем доиться. Вот сливаем воду с баней. Что, коровам, да, мы? Конечно, а что ей пропадать, если она с баней, вода замерзает? Почему она должна пропадать? Я просто так выливаю. Теплая вода. Ну, да. Ну, а там краник у нас в котле. Вот, воду сливать. Конечно, на улице Морозяка. Ну, вообще, в принципе, зимой мы всегда сливаем, потому что вода здесь замерзает. В Сибири живем. Все, зашли все в сарай, мы загнали. Вот так вот теперь счищается вот эта грязь, только с шерстью. Вот, не знаю, чистить дальше нет, чтобы она голая ходила. Ну, попробую. Так-то здесь подшерсток все равно. Он еще остается свеженький. Остальные более-менее. Это вот что-то у нас плюшка самая такая. Вон, золотая, нормальная. Вишня тоже чистенькая практически. Ну, я их всех прошлась, почистила немножко, получше. Я знаю, что думаю это. Что? Помнишь, вот мы недавно смотрели этих... Господи. Ферма сливочного лета, ребята, у них как интересно стоило сделаны, да, про эти, про цепи-то? Ага. Тебе понравилось. Может, нам тоже так сделать? Я уже всяко думал. Всяко думал. Их вариантов-то много, как можно, ну, улучшить. Вот видишь, особенности такие всего надо... Короче, либо все нафиг перестраивать. Либо пытаться сделать из того, что есть, да? Либо оставить вот как есть. Ну, в смысле, подделать. Попробовать, да, поменьше сделать стоило, побольше ямку как-то под вырывок сделать уклона. Ну, либо, что вообще все кардинально переделал, только из-за высорай. Ну, я поняла, да. Либо... Я не знаю. Это я пока еще не задумался. Я не рисовал все это дело еще пока. Ну, понятно. Ну, у них это... Прикольно, у них цепь идет, получается, сверху вниз, да? Прямо с потолка. Ну, как-то это... И как будто корова как зажата получается, что типа она вправо-лево двигается, а как бы вперед-назад уже... Нет, у нас система хорошая, понимаешь? Вот, ну... Как? Так, я бы вообще сделал, как вот у этой, у Кати у Германии, да? То есть, нашла порвала, встала, пыньк, в шею зажала и все. Вот эти упоры... И вперед-назад, что-то там... Ну, то есть... Которые железные ты имеешь в виду? Да, да, да. То есть, она как, ну, такими-то, на этими... Палки эти железные. Специальные, да. Да, ну, да, кстати. Все она... И, видишь, ну, для этого что нужно сделать? Во-первых, их поставить в ряд, это раз. Во-вторых, кормовой стол поднять... Сделать кормовой стол и поднять его, чтобы она могла стоять. Ну, типа, не кормушки, а просто... Да, чтобы она вот именно... И сверху вот это все... Это должно быть железным, нифига не тревянным. Ну, да. Чтобы она могла отодвинуться и как-то лечь спокойно, там. Ну, вот это вот, ну... Ладно, короче, до лета время есть еще. Будем думать. Придумаешь, как тебе удобнее будет перестраивать. Ой, ты ее тоже чесала, выцаришь? А, да, я ее обчесала немножко. Ну, да это все с шерстью слазит засохшись. Ну, замерзшие вот эти. Какашки, что теперь? Зима на улице, ты их высыми бреешь на улице. Что делать? Ну, что, ну, будут хоть чуть-чуть чище, но, е-мое, все в говне. Все в говне. Теперь у нас все это в говне будет до конца жизни. Все будет в говне. Нам же говорили, что если мы переедем в деревню, мы будем всю жизнь по уши в говне. Ладно? Ну, не знаю, я в баню хожу, я чистый. Да. Кстати, я говорила, ребят, что вишня, когда какает, поворачивается влево, и иногда на милку прям какает. Так, милка, кстати, делает то же самое. Она иногда тоже поворачивается в сторону вишни и на вишню какает. Короче, они друг друга обсирают, у них любовь. Ой, смех и грех. Ладно, что, доится, но... Так, плюшка доится. Злата ждет в своей очереди. А, я ее мою и даю с антибрыком также. Она так все равно спокойнее стоит. Пыталась без антибрыка не то, чтобы она там мешается. Ну, бывает, что ногой дернет. Мало ли, аппарат собьет или что. Поэтому я всегда одеваю сразу антибрык и все. Мало ли, аппарат собьет или что. Ага, застали на месте преступления. Кто-то жует сено. У тебя вон повисло на бороде. Все уже. На этом на сегодня все. Рабочий день закончен. Пошли домой. Домашними делами еще позанимаемся. Всем до новых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!